Добрый день. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Не жалую, спасибо. Как у вас? Все хорошо. Что обсуждаете? В зависимости от собеседника. Что последнее обсуждали? Философию. Философию, интересно. Что именно по философии вас интересует? У меня ничего. С собеседником просто разговор зашел в христианской морали. Я оперировал Ницше его произведением «По ту сторону добра и зла». И как бы это ни звучало ужасно, не смог продолжить беседу, потому что мой собеседник был осведомлен больше меня. Понял. А как вы относитесь к трудам Жанна Пиаже? Не, не знаю такого. Не знаете? Он создатель теории когнитивного развития, но он занимался детской психологией. Ух ты. Ух ты. Я иногда вот общаюсь в чат-рулетке здесь с разными людьми, и у меня складывается такое впечатление, что не все успели повзрослеть, скажем так, да, и развивать свое мышление. Потому что что такое когнитивное развитие? Это когда человек развивает свой свой мыслительный процесс. Начинает воображение, заканчивая какой-то логикой, да. Знаете, как он проверял детей? Разный возраст детей. Он садил ребенка, например, вокруг стол круглый, да. Садил ребенка за этот круглый стол, а напротив мог посадить каких-то двух зверюшек или трех там. Лисичка, зайчик, собачка. И он просил ребенка описать или нарисовать, вот что он видит перед собой. Ну и дети рисовали собачек, окошко, которое за ними, там столик, может, там еще что-то, да. А потом он их просил попробовать представить себя на месте этих игрушек, да, например, там лисички, сказать, а что видит лисичка? И вот дети до определенного возраста не могут выйти за пределы этого воображения, да. И при помощи там логики и других мыслительных процессов сказать, что теперь я уже не вижу. Потому что дети продолжали говорить ему, что они видят тоже окошко, столик и так далее. Они не могут сказать, что, например, они видят уже со стороны лисички дверь, самого себя, например, да, ну и так далее. И тем самым он вот показывал мыслительный процесс ребенка нам с 0 до 2 лет, потом с 2 там до 11 лет и так далее. Ну это интересно достаточно. Вообще возрастление в большинстве культур было связано с врядом инициации. Угу. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду развитие человеческого мышления. Но даже при развитом мышлении без инициации человек не становится человеком как таковым. То есть мужчина не становится мужчиной, а женщина женщиной. В каком смысле? Вы можете более развернуто это рассказать или сказать? Конечно. Вот сейчас современная культура, она сместила порог взросления очень сильно. И наши современные юноши, девушки, они взрослеют очень поздно. Раньше же все было иначе. Да. В 13 лет это уже читался взрослый человек. Вот. Почему? Потому что он брал ответственность за свою жизнь. И в дальнейшем уже... То есть вы считаете, что сегодняшняя молодежь, она менее развита, чем была, скажем, в 15-м, 16-м, 17-м, 19-м веке? Нет, не менее развита, менее взрослая. Менее взрослая. Но смотрите, сегодня, например, многие дети знают, как устроены какие-то технологии, например, в телефоне. Многие дети знают больше, чем, например, их бабушки или там даже родители. Они быстрее могут получать для себя информацию, чем взрослые люди. Они во многих случаях могут намного быстрее для себя что-то проанализировать, чем взрослые. Но опять-таки, смотря в каком возрасте, да, у каждого по-разному ребенка. И тогда можно сказать, что сегодня некоторые дети взрослее, чем взрослые. Скорее, у них больше знаний о предметах, окружающих их. А что такое знания? Что дают человеку знания? Знания — это то, что можно применить в окружающем или внутреннем мире. То есть человек, когда взрослеет, он получает для себя больше знаний? То есть за счет знаний человек получает для себя развитие и мыслительный процесс? Ускоряется? А как вы, то есть, к тому же… А как вы, то есть… Касательно окружающего мира, они еще не формируют нравственность. Понимаете, о чем? Нет, нравственность, нравственность — это другая история. Но по какой-то истории вот человек может как проследить, да, что происходило раньше. Хотел бы ли он, чтобы, например, сегодня повторилось то, что было когда-то в прошлом? Вот многие люди, например, путают эмпатию и сочувствие. Вот вы знаете разницу между эмпатией и сочувствием? Я предполагаю, что сочувствие происходит в человеке… Ну это та же эмпатия, только в случае, если у человека происходят какие-то негативные или трагические события или явления в жизни. А эмпатия — это способность вообще чувствовать эмоции собеседника. Ну если сказать более примитивным языком, вот сочувствовать вы можете просто человеку. Я сочувствую этому человеку, у него там есть, есть, есть это, это, это. А эмпатия — это когда вы можете поставить себя на место этого человека, прочувствовать, постараться то, что он чувствует, ну если так сказать примитивно, да, хотя это естественно невозможно, вы не можете прочувствовать точно, что чувствует человек. Но во всяком случае понять, поставить себя на место этого человека. Вот это называется эмпатия. Как вам кажется, почему сегодня вот зачастую многие люди, во-первых, не понимают, что такое эмпатия, а во-вторых, у них практически полностью отсутствует эмпатия? Социальная среда и воспитание. Социальная среда. А как вы думаете, каким способом возможно изменить, если брать массовость, да, людей, например, в какой-то отдельности, например, в России, вот как можно сделать так, чтобы привить человеку эмпатию? Ну для этого государство должно популяризировать. Вы знаете, я думаю, что эмпатию можно привить только примером. Нужен пример. А достаточно ли будет примера? Вот, например, если показать человеку, что у кого-то горе, да, а он его не ощущает, этот человек, который смотрит на это горе, он говорит, вот я иногда общаюсь здесь в рулетке, а мне говорят, ну у меня все нормально, это же не мои родственники, это же не я сам. Ну у человека там какое-то горе, а меня это не интересует. Вот как ему показать, что нужно иметь эмпатию по отношению других людей? Если мы говорим о большом количестве людей, то это должно внедряться с самого детства. И каким образом это достигнуть, я даже не представляю себе, честно говоря. А у вас, лично у вас есть эмпатия? Вы знаете, что такое эмпатия? Сочувствуете ли вы другим людям? Ну, как сказать. В зависимости от того, какое место в моей жизни занимает данный человек. Вы мне отвечаете то же самое, что примерно говорят мне другие. Это же меня не касается, значит, зачем мне ощущать так, да? Да. Но вот вы знаете это как? Я вам сейчас объясню. Вот элементарно. Вот представим, что мы идем каждый день в магазин, да? Вот по дороге. И вот на этой дороге валяется мусор. Вот. И есть люди, которые мусорят, да, и идут дальше. Кто-то пройдет и не заметит мусор вовсе. Ну и сам тоже не будет мусором. Есть те, кто замечает чужой мусор и начинают, ну, оскорблять на тех, кто поносит, считая их, ну, так, некультурными, глупыми, невежественными людьми. Вот. А есть те, кто замечают, сами не мусорят, но при этом не поддают такой грубой оценке этих людей, потому что они понимают природу их невежества. Они понимают, что, ну, дети на как, да, грубо говоря, вот как отец пришел такой, дети на как, ну, что с них здесь, да? И в случае, если он, ну, заметит, то какую-то побеседую благородную проведут. И то же самое с импатией. Это тот же мусор, ну, грубо говоря, да, который вот есть в людях. И люди вот точно так же делятся. Кто-то замечает, кто-то нет, кто-то создает это горе для людей, да? Кто-то, ну, оскорбляет их, там, унижает еще при этом, при том, что у них какая-то горе. А кто-то пытается помочь. У нас разное общество, и не знаю. То есть вы думаете, что эмпатия происходит потому, что, вернее, у людей нет эмпатии, потому что они невежественны в чем-то? Из-за невежества? У людей эмпатия, нет, нет, нет. Ну, вы так объяснили, я так понял, что люди невежественны, и поэтому у них отсутствует эмпатия. Ну, отсутствие эмпатии можно отнести вообще к невежеству, но я бы такие заявления бы не делал. Вообще, я считаю, что наличие эмпатии или сочувствия – это выбор каждого человека. Выбор? То есть вы смотрите на человека и говорите, я выбираю, чтобы у меня была эмпатия. Вот так вы думаете, это происходит? Не так совсем. А как? Так это не получится. Я же, поэтому я вас спрашиваю. Либо не чувствуете. Вот. Вопрос в чем? Как сделать так, чтобы человек чувствовал эту эмпатию? Ну, это нужно менять свое мышление. Нужно начинать видеть не только этих зверюшек, да, а поставить себя на место этого зверюшки и смотреть со стороны зверюшки на человека. Правильно? Да. А почему вот в России много людей не хотят выйти со своей стороны и посмотреть со стороны? На ваш вопрос можно ответить, имея познание в таких областях, как социология, история, психология в том числе. Я не эксперт в этом вопросе. Я не знаю даже. Понятно. Я думаю, что именно поэтому это все и происходит, что люди не хотят выйти со своего этого комфорта и личный какой-то комфорт для человека становится основой его жизни. И он смотрит на других людей только с этой позиции. Мне комфортно, а остальное меня не интересует. Знаете, что неважно, какого человека сословия или богатый он, бедный, много он знает, мало он знает, образованный, необразованный и так далее, да? Вот есть люди, у кого есть эмпатия, а есть люди, у кого их нет. Этой эмпатии нет. Не в зависимости от того, где он учился и так далее. Ну, вы знаете, тут не все так однозначно. У нас есть такая поговорка. Да, я слышал это много раз. Не все так однозначно. Здесь дело в том, что большая часть людей — это кто? Ну, это трудяги, да? Работяги, которые трудятся. И они находятся в такой ситуации, что они работают, да, заводят семьи, берут там в ипотеку, квартиру там, да, или дом. Помимо этого кредит еще машину и так далее, и так далее. В общем, они себя заталкивают в материальные обязательства, в долги перед миром, ну, перед системой. И они вынуждены крутиться, как белки в колесе, да, как в колесе сансары, вот так по кругу, дабы просто прожить сегодняшний день. Есть такое. Вот, и наличие активного физического труда или интеллектуального даже. Ну, интеллектуальный, конечно, там все попроще, а вот с физическим трудом тут все посложнее. Потому что физический труд, он отбивает вообще возможность мыслить. Понимаете? Или наоборот. То есть у человека нет сил. С вами могут поспорить люди, кто занимаются физическими нагрузками, с вами поспорят. И говорят, что именно после физической нагрузки мой мыслительный процесс увеличивается и так дальше. Если мы там ходим в какой-то спортзал, да, то мы можем совместить. А тут именно где речь идет вот о не такой физической труде, а вот просто, скажем так, изнуряющем труде, понимаете? Изнуряющее сознание человека. И что в конечном итоге происходит? Ну, человек много работает, физический труд и так далее. И что? И что потом? Ну, многие разбавляют свои серые будни алкоголем, например. Да. Ну, вы знаете, самое интересное, что даже есть люди, которые принимают много алкоголя, и тем не менее у них есть чувство эмпатии. А есть люди, которые не принимают алкоголь и успешные, и не работают с физическим трудом много, а эмпатии нет. Или наоборот, есть люди, которые очень богатые и успешные, и у них есть это чувство эмпатии. Ну, люди разные бывают. Это да. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в мире? В мире? Да. Слушайте, ну, я смотрю на западные страны и вижу, что они в авангарде технологического прогресса. Думаю, что мир движется активно вперед, мы развиваемся. Цифровая эпоха дала нам множество возможностей. Мы запускаем корабли в космос, хотим уже осваивать другую планету. Да. Дети могут сегодня намного больше, чем взрослые. Вот если брать, условно говоря, сто лет назад, да, то всегда родители или бабушки, дедушки учили детей. Практически всему. То в наше сегодняшнее время можно часто видеть, как внуки учат своих родителей или бабушек и дедушек. Именно технологиям, тому, чему они никогда не учились прежде. То есть разница колоссальная и огромная. Конечно, время изменилось очень сильно. И, ну, если мы будем брать там сто лет назад, да, вот, элементарно преодолеть какое-то расстояние, да, на Земле, требовалось достаточно много времени. Мы там пользовались там поездами, например, да, или лошадьми. Сейчас же мы можем сесть на самолет и полететь. Время сокращает человек себе. Хотя есть такая теория, знаете, что человек не взрослеет, а он видоизменяется. Так как Земля ходит, значит, вокруг Солнца, да, и таким образом человек определяет себе, еще год прошел, еще. А ведь если ты выходишь за пределы Земли, там уже это время не в такой форме движется, правильно? Как вот Земля идет вокруг своей оси, сутки прошли, Земля идет вокруг Солнца, значит, прошел год. И поэтому, когда человек смотрит на свою руку, например, в 5 лет и в 20 лет, или в 30 лет, рука другая, да. Человеку кажется, это потому что прошло время, а вот есть такая теория, люди говорят, что это не потому что время прошло, а потому что эта рука, она в этой Вселенной просто видоизменилась. И такая теория тоже есть. Но в целом они об одном и том же. Да. Но вы думаете, что тем, что Россия сегодня, скажем так, вырезается из этого глобального мира прогресса, у России есть какое-то будущее? Нет. Я не знаю. Хорошо. Ну, в принципе, у меня больше вопросов нет. Если у вас есть какие-то вопросы, я отвечу. Если нет, побегу дальше. Ну, вы анализируете, да? Ну, вообще, людей? Стараюсь. И взгляды? Да. Ну, и что говорит большинство? Как вообще большинство смотрит на мир? Большинство смотрит на мир не так, как вы. Скажем так. Более примитивно. Большинство людей смотрит на то, что есть в данный момент сейчас и не могут просчитать или проследить и поставить себя на место этого зверяка и сказать, что будет через 5, 6, 10, 15 шагов. И что вот это движение и прогресс, который происходит, он именно и происходит, потому что люди объединяются в разные сообщества, разные страны. Люди говорят, давайте не воевать, давайте дружить, давайте создавать, давайте делиться знаниями. А вот те страны, которые говорят, давайте смотреть на прошлое, потому что человечество понимает, что помнить прошлое нужно. Потому что на прошлом и на исторических каких-то фактах можно смотреть, что примерно будет в будущем. Но жить в прошлом, это просто из ряда вон выходящее. Нужно жить в настоящем и смотреть в будущее, но помнить прошлое. А люди часто, вот им сейчас хорошо на данный момент, их все устраивает, им кажется, что так всегда будет. Но они не могут посредить, что потому что сейчас происходит вот это, вот это, вот это, вот это действие, то дальше будет хуже. Как-то так. Вы ведете какой-то блог или что-то в этом духе? Да, да, я веду блог. Общаюсь преимущественно на темы политики, ну я в жизни часто тоже общаюсь. Если собеседник интересный, редко встретишь человека, с кем можно поговорить и обсудить какие-то, скажем так, философские темы, например. Вот видите, с вами у меня получилось. А вы чем занимаетесь? Понятно. Ну, я в академических рамках изучаю философию и в целом читаю литературу, поэзию. Иногда даже что-то пишу. Понятно. Нет, я вижу, я примерно вижу, с кем я общаюсь. Публика у вас большая? Вот как раз буквально недавно стало 50 тысяч. Ой, вы у меня зависли. Вы меня слышите? Меня видно? Вот сейчас отключится. Да, 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 у меня тоже. Это видно что-то у меня с интернетом. Да, может быть, да. Вас видно, но ваша картинка застыла. Сейчас отключится. Да. Ну вот, друзья, такой диалог. Эмпатии в России у людей очень мало. Они смотрят на то, что вытворяет их власть. Причем некоторые прекрасно понимают, что это плохо. Они прекрасно понимают, что Россия несет в суверенную страну смерти, да, и горе, и несчастье. И тем не менее, они согласны закрывать на это глаза. И говорить о том, что меня это не касается, значит, все в порядке. А по всему миру люди так не живут. Именно поэтому сегодня поддерживают Украину столько стран в мире, да, и столько людей объединяются для того, чтобы помогать. Сегодня помимо стран, ну если брать, да, власти стран разных помогают Украине, есть очень много волонтеров разных организаций, которые постоянно что-то делают для того, чтобы как можно быстрее это безумие в Украине закончилось. Для того, чтобы Россия потерпела поражение, Украина, получив победу, обрела полностью свободу и шла дальше в развитие со всем человечеством. А Россию ждут очень плохие времена. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok